МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Привет, друзья! Я Григорий Герман. Или нет, нет. Давайте так. Салям до стар. Чтобы было сразу понятно, ну, по крайней мере, очень большой части нашей аудитории, о чем будет эта программа. И я сразу прошу прощения за мой казахский. Все-таки мое личное знакомство с Казахстаном, по крайней мере, пока, ограничивается рассказами дедушки и бабушки. Потому что они встретились в 1941 году в городе Кастанай. Он в эвакуации, а она девочка из семьи украинских переселенцев. Такая вот довольно типичная для Казахстана и украинская история. Нас вообще очень многое связывает. Нити родственных связей, экономических, культурных, протянулись на тысячи километров. А теперь еще и особая связь, эмоциональная. Сейчас объясню. Вот у украинцев уже 9 лет есть контрольный вопрос. Вопрос-пароль, неправильный ответ на который может стать причиной моментальной головной боли в районе челюсти. Чей Крым? Потому что для любого нормального человека, где бы он ни жил, ответ один. Крым – это Украина. Это система определения «свой-чужой». Такой встроенный российской агрессией 2014 года аппаратно-программный комплекс. Крым – Украина. Свой. Не все так однозначно. Ну, фактически, ну, я не разбираюсь. Вот это чужой. Можно открывать огонь на поражение. И то, что в 2022 году этим же паролем стали пользоваться казахи, пользоваться в прямом смысле, определяя, кто избежавших от мобилизации в Казахстан россиян свой, а кто чужой, плюс та помощь, которую на зло местные вати собирают жители Казахстана для Украины, те слова поддержки, которые мы читаем в комментариях, все это дорогого стоит. И все это украинцы не забудут никогда. Нас разделяют тысячи километров, но объединяют миллионы нитей. 16 декабря 1991 года Украина одной из первых признала независимость Республики Казахстан. Спустя неделю Казахстан также признает суверенным государством и Украину. Уже через полгода страны официально установят дипломатические отношения, но история украинно-казахских отношений началась гораздо раньше, чем была формализована. Оба наших народа связывают общее историческое и культурное прошлое. Именно в Казахстане отбывал ссылку великий украинский поэт Тарас Шевченко. И за время, проведенное там, познакомился с добрыми и мужественными казахами, которым, точно так же, как и украинцам, жилось непросто под гнетом Российской империи. Шевченко настолько проникся местным бытом и традициями, красотой казахских степей, что отобразил это все в более чем ста картинах. Казахи отблагодарили тем, что установили в Алматы первый в мире памятник Кабзарю, а еще назвали в честь поэта город Форт Шевченко и множество улиц в стране. Во второй половине 18 века украинцев начали массово переселять в Казахстан. Сначала в край принудительно ссылали гайдамаков, а потом еще и запорожских казаков. В то же время в Казахстан добровольно переселялись украинские безземельные крестьяне, искавшие свободных земель. Больше всего выходцев из Украины прибыло в Казахстан в первые годы Столыпинской аграрной реформы, которая началась в 1906 году. Следующая волна миграции произошла в 1930-х годах. Тогда в Союзе началась коллективизация, индустриализация и массовые репрессии. В Казахстан депортировали раскулаченных крестьян, а потом украинцы массово переезжали в Казахстан в период освоения целины с 1954 по 1960 год. Тогда по комсомольским путевкам и оргноборам прибыло более 300 тысяч украинцев. Многие осели и создали семьи уже на казахских землях. После распада СССР два уже независимых государства дружили, хотя и видели свою внешнюю политику по-разному. Казахстан вступил и до сих пор числится в составе СНГ, ОДКБ и Евразийского экономического союза. Отсюда и тесные партнерские отношения с Российской Федерацией. Украина же долгое время вела политику многовекторности, ОДКБ не вступало, в СНГ было номинально, а после оккупации Крыма вообще вышло из него. Именно потому, что Казахстан считают политическим и военным партнером России, поведение этой страны с начала войны не совпадает с представлениями россиян о том, как должны действовать союзники. Страна отправляет Украине гуманитарную помощь, соблюдает антироссийские санкции, запрещает символ Z в публичных местах и отменяет парад на 9 мая. И даже одобрила проведение в Алматы антивоенного митинга. А президент Такаев на Петербургском экономическом форуме в присутствии Путина заявляет, что не планирует признавать ДНР и ЛНР. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южная Абхазия. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганский Донецк. И таких заявлений из Казахстана прозвучало немало. Когда в сентябре Путин объявил о мобилизации, в Казахстан из России уехало около 400 тысяч граждан России. Казахи, хоть и принимали у себя бежавших от призыва россиян, но сначала устраивали им проверку на вшивость. Да-да, тот самый вопрос. Крым-то чей? Чей это Крым, скажи? Ну скажи, Крым-то, чей ты же, россиян? Ну скажи, чей? Ты скажи. Че? Очко дал вас. Путлера боитесь, да, своего? Украина и Казахстан никогда не были ближайшими стратегическими партнерами или не разлей вода союзниками, но и правительство. И сам казахский народ подставили плечо украинцам, в то время как лицемерные «мы же братья» воткнули нож в спину. Потому что между нашими странами всегда было то, чего никогда не было в отношениях с Россией. Равенство и уважение. Равенство и уважение. Выучить язык страны, в которой ты живешь. Уважать культуру страны, в которую ты приехал. Не лезть со своим уставом в любой монастырь, который стал временно или постоянно твоим домом. И уж точно не рассказывать на каждом шагу, что независимая страна – твой сосед. Это придуманное искусственное образование. Сочинять какие-то басни о каких-то подаренных землях. Угрожать свободному народу войной. У Украины и Казахстана действительно много общего. И среди огромного количества плюсов есть один минус. Это бахнутый на всю голову сосед. Пораженный вирусом милитаризма с фантомными болями полусгнившей империи. Сосед, во главе которого стоит маленький, закомплексованный человечек с распухшей амбицией собирателя имперских земель. Без чести, без совести. Просто самолюбие, спесивость и чванство. И когда с таким соседом у тебя более 7,5 тысяч километров сухопутной границы, это, на секундочку, самая длинная, непрерывная сухопутная граница в мире, ты, конечно же, будешь вести очень осторожную и крайне взвешенную политику. Все думающие украинцы это понимают и ценят то, что казахи могут сделать и то, что они делают. Ценят поддержку простых людей в реальной жизни и онлайн. Ценят отказ на официальном и неофициальном уровне признавать два гнойника на теле Украины, два Бантустана, Донбабве и Луганду. Ценят отказ участвовать прямо или косвенно в убийстве украинцев, в этой кровавой и неприкрытой агрессии, в войне на уничтожение и украинского независимого государства, и украинцев как нации. Казахский на латинице вместо кириллицы – отлично. Давить в зародыши любые проявления ватно-гнездового образа мышления – превосходно. Алга-Казахстан. Народ, который сплел тончайшее кружево взаимоотношений между жузами, родами, объединил под шаныраком, то есть куполом юрты на государственном гербе Казахстана, множество национальностей уверен справиться со всеми угрозами. Тем более военный хребет – главную угрозу – сейчас ломают вооруженные силы Украины. И сломают до того самого смертельного для вонючего мишки хруста. И этот хруст прекрасно слышат в Астане. О Казахстане, Китае и побитом медведе мы поговорили с украинским политологом Николаем Давидюком. Оставайтесь, будет интересно. По некоторым социологическим исследованиям, более 60% казахов поддерживают Украину. Мы с тобой видим это в соцсетях. Мы с тобой видим это в огромном количестве пунктов, где собирается гуманитарная помощь для Украины в Казахстане. В общем, мы с тобой это видим по очень многим признакам, не только по этому социологическому исследованию. Как ты думаешь, почему Казахстан, казахи так поддерживают украинцев? Мне первое, что интересовало, почему только 60? Потому что всех казахи, которые выходили всегда на связь, они как бы в тотальном большинстве. А объяснение простое. Север Казахстана заселен русскими. И вот как раз-таки вот та часть, которая не есть казахами, не есть людьми, которые есть там, как раз-таки и родились, и видят там свое будущее, а как раз-таки россияне, вот те как раз не поддерживают. А если говорить о Казахстане, действительно, тотальное просто большинство людей за Украину. А ответ очень простой. Они не поддерживают Россию. Вот это ответ. Враг моего врага, мой друг. И мне кажется, Япония, снова же, что общего между Украиной и Японией? Или Британия? Или Финляндия? Казалось бы, это страны, с которыми у нас нет ни границ, ничего общего культурного, кроме одного, видения врага. И они, и мы, и со светом, и без света четко видим зло. Зло, которое атакует, которое нападает, которое терроризирует, и которое нарушает суверенность нас всех. Которое наступает на независимость, наступает на территории, ворует людей, убивает людей. И вот это то, что как раз таки объединяет Украину и Казахстан. Крым, Донбасс, Северный Казахстан, это очень похожие кейсы, задуманные еще Сталином, для того, чтобы не отпускать Советские Республики. Если какая-то из Советских Республик, говорится в докладе Сталина, захочет выйти из Советского Союза, мы будем атаковать их в их места сепаратизма, для того, чтобы становить наш московский сепаратизм. И вот Северный Казахстан подселяли специально россиянами, для того, чтобы иметь баланс, для балласта выхода Казахстана, Советского Союза. Когда украинских, крымских татар вывозили массово из Крыма, заселяли русскими. Когда Донбасс убивали голодомором, заселяли русскими. И полностью украиноязычные села становились русскоязычными поселками. Вот это как раз таки есть ответ, почему мы вместе нас атаковали одни и те же силы. Поэтому мы отвечаем, помогая друг другу. Мне кажется, что большинство советских республик, большинство за редким исключением, поддерживают Украину. Кто-то громче, кто-то тише, кто-то больше, кто-то, наверное, немного меньше. Но тем не менее, чем, скажем так, больше было свободы слова и политического понимания угрозы России, тем больше поддержка Украины. Логично, что страны Балтии лидеры. Но если забрать страны Балтии, то лидером, конечно, уже после них встает Казахстан. То есть государство, которое поменяло политического лидера, которое сегодня двигается как раз таки к укреплению своей государственности, а не то, что когда-то Назарбаеву говорил Путин, да, вы создатель нации. И он понял, что вот это угроза государственности. Потому что Казахстан в разы старше Назарбаева, государство которому тысячи лет. И, конечно, ему нужно было предпринимать действия для того, чтобы защититься от Путина и как раз таки создавать большие геополитические шпагаты, понимая, что он может атаковать. И когда говорят, что Россия могла атаковать не Украину, а, например, Японию, я думаю, что в том числе был и Казахстан. Они выбирали, кого атаковать, кого бы им хотелось больше убить и кого, как они думали, можно быстрее захватить. Ну, скажем так, они сделали худший выбор из того, что они могли сделать. Они напали в Украину, погрязли здесь, и здесь они погибли. Ну вот то, о чем ты сказал, это выбор будущей жертвы. Тут я, наверное, должен с тобой согласиться, потому что на Японию они напасть не могли, и на Казахстан, Казахстан до недавнего времени был, во всяком случае, в публичном пространстве, во всяком случае, по высказываниям своих официальных лиц, довольно лояльным государством по отношению к России. Члену ДКБ, январь в Казахстане, огромное количество связей на всех уровнях, которые пересекали, которые связывали Казахстан и Россию, но при этом после начала войны, причем ощутимо после начала войны, руководство Казахстана совершило несколько неожиданных ходов. Ну вот, как тогда казалось, неожиданных. Например, всем известное публичное непризнание Луганды и Донбавы, которое стало для многих таким, воу, раунд, ничего себе. На самом деле, это была не только поддержка Украины, это была еще и защита себя в будущем. Потому что все ролевые модели, которые Россия обкатывает в Украине, она пытается их имплементировать потом в других советских и постсоветских республиках. И вот сепаратизм, оккупация, убийства, геноцид, терроризм, снова же, это же не для нас, мы уже это получили. Это тренировка для них. Путина самая большая болезнь развал Советского Союза. Соответственно, собрать Советский Союз, вот это и есть его цель и амбиция. Даже не дети откабаивая, вот как раз-таки собрать остатки Советского Союза. Вот этим чем палится бункерный кардик. Поэтому я думаю, что они это понимали, четко понимали, стратегически они мыслят очень грамотно и правильно. Поэтому они начали помогать Украине, не признавая вот эти республики. Хотя Путин очень сильно обижал. Более того, мы видели много дерзких и резких выходов президента Казахстана против Путина. Дерзких с точки зрения России, правильно я же? Ну, то есть, с точки зрения дезинфекционного государства это абсолютно нормальные шаги. Да, но Путин не ожидал этого. Все же говорили, что вот, Казахстан должен быть в зоне притяжения России, Казахстан должен дружить с Россией, Казахстан зависим от России. Фиг вам, сказал Казахстан, и пошел своим путем. И он далеко не русский. Поэтому глобальность Казахстана, который сегодня играет и с Китаем, и со Штатами, поддерживает Украину, готов дружить с Европой, дружить с Британией, это как раз-таки демонстрация того, что и Казахстан, и Украина, и много других республик освободились от этого колониального и постколониального комплекса и начали развивать свой суверенитет и свою независимость. Поддерживая друг друга, мы только укрепляем свою независимость, не пытаясь наступить на границы друг друга. И получилось так, что все, кроме России, помогают друг другу, лишь бы избежать вот этой так называемой оккупационной помощи России. Мы видим, как они пришли нас освобождать. Аналогичных историй боится Казахстан и понимает это, что если съедят нас, придут следующие за ним. При всем при этом, конечно же, там многие украинцы, при том, что мы чувствуем все поддержку казахов, простых казахов, некоторых из нас там иногда вот немножко корярко там, вот кочевряжет от того, что Казахстан-то принимает какие-то, подписывает с Россией какие-то договора, он принимает участие в заседаниях ОДКП и так далее. Но я думаю, что те, кого это огорчает, те, кто не понимает многовекторность политики Казахстана, официальной политики Казахстана, забывают о том, что самая протяженная и самая большая сухопутная непрерывная граница в мире, это граница Казахстана и Российской Федерации. Граница, которую в принципе невозможно, практически невозможно прикрыть сухопутными частями или прикрыть ПВО или так далее и тому подобное. Поэтому Казахстан ведет свою политику чрезвычайно мудро. С одной стороны, условно говоря, переводя язык на латиницу, с другой стороны, стараясь не сильно разозлить окровавленного, обессиленного, ободранного и вшивого, но все-таки мудро. Я думаю, что они понимают угрозу ядерного оружия, они понимают угрозу слишком длинной границы, скажем так, им бы укоротить Россию очень бы даже повсчастливилось. Ну и третье, они понимают неадекватность Путина. Любой неосторожный шаг может привести войну. Любой плохой мир лучше, чем хороший. И казахи это понимают, и мне кажется, что попытки избежать этого, они очень демонстративны. Изближение с Китаем как гарантия отсутствия нападения со стороны России. И мы видим, что действительно углубление связей с Китаем. Нынешний президент как раз-таки человек, который неплохо знает элиты Китая и окружение Си Цзиньпина, потому что очень долго работал там послом. Ну и самое главное, мне кажется, что сближение с Китаем отрезало советское, постсоветское влияние России на эту страну. И вот это как раз-таки оно отделило. Потому что Китай улетел в космос по своей силе, по экономике, по возможностям. Россия ничего не может предъявить Китаю, даже по одной простой причине. В 10 раз меньше населения. В 50 раз меньше экономика. Точка. Ну, кроме того, что Си Цзиньпин шутишь, и у него хотя бы волосы на голове есть, а у Путина их нет. Но это уже, скажем так, политический торг мы считать не будем. Но Казахстан понимает, что имея более сильных, чем Россия, партнеров, он может чувствовать себя более чем уверенно. Помогать Украине, двигаться в те стороны, куда хочет. Ресурсы продавать кому захочет, а не бесплатно отдавать их в Россию. И не приезжать на поклон, как Лукашенко это делает, а Путин дай мне денег, а Путин закрой долги, а можно я со своего офшорного счета что-то там выведу, самолет купить надо. Вот Казахстан чувствует себя очень хорошо. Это страна, которая сумела, на самом деле, в очень сложном геополитическом треугольнике выстроить очень сбалансированную политику. Ну вот, кстати, еще одна сфера, в которой Россия и Казахстан были довольно крепко завязаны, это ОДКБ. Феноменальное абсолютно объединение такое, знаешь, китайское, после этого слова НАТО на минималках, какая-то подделка под НАТО, да, такая рукоблудная, но в которой был и Казахстан, и ОДКБ. У них есть будущее, учитывая, опять же, всю ту же сухопутную границу. А, нету, точно так же, как нет и у экономического союза. Путин же создавал Евразийский экономический союз, как альтернативу Европейскому союзу и ОДКБ, как альтернативу НАТО. Но все, чему не прикасался Путин, оно очень сильно похоже на унитаз, который они пытались украть из Ирпеня. И то же самое с этими двумя блоками. Казахстан очень сильно пострадал из-за экономики. Россия, сняв налоги, разрушила практически экономику Казахстана, имея товары, привозя их туда и вымывая чужие ресурсы. Вот и Казахстан, ну, словом, снова же, я помню первые годы в Казахстане в дьюти-фри не было товаров. Они говорят, ну, невыгодно продавать, у русских получается дешевле. Они нас обманули. И так по многим сферам экономики. Поэтому они сразу же начали прикручивать там гайки. Нет, спасибо, сами себе оставьте. То же самое с ДКБ, но когда уже Армения, по большому счету, самая слабая страна в этом блоке, не со своей вины, конечно, геополитика, но даже она послала Путина, а это было четко видно на последней встрече. Ну, прям пощечина Путину была. Ну, тогда что уже говорит Казахстан, который в несколько раз больше, который и по ресурсу больше, и по другим многим показателям больше. Поэтому, конечно же, они точно не будут, они себя там не видят. Выходить – это политический шаг. Но я думаю, что пассивность – это как раз-таки реальная рефлексия на их участие в этом блоке. Поэтому новый нарратив, да, вот этот вот нарратив про Казахстан следующий. Что значат эти пропагандонские выпады против Казахстана? Мы же с тобой прекрасно знаем, что они ничего не произносят просто так. Попытки запугать, попытки угрожать, а и попытки взять на слабо. Ну, вот, снова же, депутат Госдумы выходит на трибуну и говорит, что Казахстан – это значит не государство, можем напасть, завоевать за три дня. Потом за Кыргызстан такое же говорили. Такое уже там за других говорили. Подождите, да вы нас еще за три дня. Не прошло 9 месяцев, как за три дня вы нас не завоевали. Что же вы так спешите свою армию бросать из конца фонет? Поэтому это угрозы пустые, на самом деле очень пустые. Но, тем не менее, они звучат. Это говорит о том, что в России есть имперские фантомные боли. Их армия в их воображении в миллионы раз больше, нежели их армия где-то под Херсоном, Харьковом или под Киевом, где она была просто ничтожно разбита. Вот это реальность. А то, что у них там в Думе они сидят и делают планы, как захватить мир, это типичный наполеоновский комплекс. Вот сейчас Казахстан, в котором и так была достаточно большая доля русских, по-моему, 15%, согласно каким-то википедийным знаниям, 15% было в Казахстане, причем эти 15% были достаточно четко сосредоточены в некоторых областях. Казахстан сейчас еще прибавилось. Потому что Казахстан стал одной из стран, куда побежали от мобилизаций. И вот я помню прекрасно высказывание Гетмана Скоропадского. Помнишь, который в начале прошлого века писал о том, что обычно русский, который бежит от войны и от голода, он приезжает в Киев, и первая стадия это «Боже, как тут все прекрасно, боже, как тут все восхитительно» и так далее. Потом чуть-чуть посидел, чуть-чуть пообвык. Вторая стадия, да, тут, конечно, все хорошо, но вот извозчики, знаете ли, хамоваты. И вот, в принципе, растягай, можно было бы немножечко по-другому делать. Это вторая стадия. А потом после нее наступает третья стадия, что все здесь неправильно. Я вам сейчас расскажу, как вам всем тут надо жить. Вот казахи сейчас с этим могут столкнуться очень серьезно, потому что, ну, это очень большая волна эмиграции. С этим уже столкнутся Грузия. Да. Причем второй раз, второй раз. Они помнят 90-й год, они помнят приезда русских, а потом помнят 2008-й год. Самое смешное, что они не сделали выводы, и это повторилось в 22-м. Когда оккупированы русскими Грузию, ехали русские уклонисты, прячась от тех, кто оккупировал. Круг замкнулся, уже логике это просто не подлежит. Аналогичная история сегодня в Казахстане. Причем это было очень смешно. Возможно, даже в некоторые моменты забавно, когда они шутили, в ТикТоке очень много контента, когда они говорили, что лицам славянской внешности квартиры в Казахстане не сдают. Или, например, они будут в несколько раз дороже. По большому счету, этот юмор был для того, чтобы показать зеркало, как вы относились. Вы, расисты, вы, расисты, разжигатели, воин, сегодня сами от них бежите, сохраняя поддержку войны. Потому что русские бежали с рейтингом 83% поддерживая войну. Бежало больше, нежели вот этих 17%. Получается, что они бежали в Казахстан, поддерживая войну, прятаться от войны. И Казахстан им показал, вот смотрите, вы расисты. Вы нас унижали, вы на нас плевали, вы нам квартиры не сдавали, вы над нами взяли. А сейчас прибежали к нам домой проситься, чтобы мы вас спрятали под юбкой от войны. И это была очень четкая демонстрация. Но, скажем так, они поступили очень человечно. Могли же не впустить. А чего? Да, да. Могли не впустить. Но стратегически для Украины важно было размыть эту массу россиян, уклонистов, чтобы они не пошли. Потому что математика все-таки нам важнее, нежели вот эти все рассказы. Потому что не пришли на поле боя хорошо. Нам меньше нужно будет убивать. Потому что убивая там 10 русских, все равно гибнет один украинский солдат. А этого мы очень не хотим. Пусть лучше эти 10 русских где-то прячутся в Казахстане по местным барам, курят кальян. Но это на самом деле большая проблема. Казахстан там, по-моему, они забрали, растворили их и не впустили сюда. Да, Грузия тоже самое сделала. Но для них самих это может прийти к проблемам. Русские, они же как паразиты. Они приходят, смотрят и думают, а как бы было хорошо это снова захватить. Они же не приехали, ой, спасибо вам, что вы нас спасли, мы вам это. Они приехали снова вот понюхать, посмотреть, а что же можно было бы здесь украсть. Потому что вот так приезжают гости из России. Сначала они гостюют два дня, едят и благодарят, а потом что-то своровали и поехали домой. При том, что очень важно, вот тут хочу сделать особый акцент, что мы сейчас с тобой говорим именно о тех русских, угрозе от тех русских, которые сейчас приехали, сейчас эмигрировали казахстан. Да, 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 которые бежали от войны. Но они тоже империалисты. Это очень важно. Они империалисты. Нету либералов, которые говорили бы, ну мы хотим строить сильную республику. Все либералы хотят строить сильную империю. На костях других народов. При этом и Казахстан, и Украина у нас же на самом деле очень много общего, потому что исторически в Казахстане была целина и поднятие целины. Когда огромное количество самых разнообразных народов переселялось в Казахстан. Так украинцы появились, в Алинастолыпинской реформе в большом количестве. Так появились немцы, когда туда переселялись народы. И Казахстан всегда был вот той вот юртой, в которой все эти народы нужно жили. Как и Украина всегда была местом, и страной, в которой все народы дружно жили. Но имперская политика современной России, она отравляет людей, которые, условно говоря, родились и прожили, и были сформированы. Именно в путинской России. На самом деле путинская Россия, это же очень большая токсичность ненависть и расизм. Вот это коктейль, который он сделал из негативных чувств человека. И вот это что делало Путина сильным. Он начинал ругать, ссорить, убивать и проводить свои агрессии. А на самом деле в Украине с Казахстаном всегда исторически были хорошие отношения. Слово же, не всегда хорошие с Россией, но между нами и культурно всегда была связь. Места, куда ссылку отправляли Шевченко русские, они были в Казахстане. И потом большое количество культурных туристов туда ездили. Это был мостик между народами. По-человечески и культурно, и дипломатически мы всегда были вместе, мы друг друга поддерживали. Если говорить действительно как раз-таки о тех моментах, когда Казахстан был диким западом с точки зрения сельского хозяйства, когда обрабатывали все эти территории, он тоже раскрывался, и украинцы находили там себе место. Точно так же и казахи находили место здесь. Если взять 90-е, 2000-е и даже 10-е годы, Украина была хабом по образованию. Они приезжали сюда по обмену, они приезжали сюда учиться, получать второе высшее заграничное образование. Мы для них были понятная Европа, где они чувствовали себя в безопасности. И это как раз-таки реальность нашего времени. Но их никогда не было ни побоев, никто на них не наживался на недвижимости, никто их не бросал на деньги. Все то, что случалось в Москве каждый день. Вот это как раз-таки реальность бытия, и это как раз-таки на самом деле честная практическая дружба. И это как раз народы, которые между собой никогда не воевали. Да, это дарит нам общее прошлое, общее настоящее и общее будущее, но и одну общую проблему. Это, знаешь, это как вопрос из серии «Ответьте, пожалуйста, на вопрос» «Сжечь Кремль или пойти на поводу у Кремля?» Сколько бензина вы бы с собой взяли? Да, вот вопрос из той же серии. У Украины, у Казахстана много общего. И как нам с Россией справиться? Я думаю, мы уже на этом пути. Украина действительно взяла в мощнейший капкан Россию, и она ее не отпустит, пока не развалит. Потому что это единственный момент, когда мы можем освободить свои территории. И мы настроены решительно. Кто бы нам что ни говорил. А Казахстан делает свою работу со своей стороны, прикрывает, точно не помогает и как раз-таки создает больших геополитических союзников для того, чтобы противостоять России. Я думаю, что система понятна и очевидна. Это демонтаж путинского режима. Вот это простой ответ. Иногда, когда говорят, что тяжело побороть ядерное оружие, а ядерное оружие, возможно, бороться не надо. Нужно просто скинуть Путин. Вот это будет простой ответ большой загадки. И то, как мы его делегитимизировали, он уже больше, чем на половине пути своего завершения. А если Казахстан чем-то может помочь, всегда, пожалуйста. Мы открыты, скажем так, мы всегда ждем в гости, а тем более, если вы с подарками, то сто раз заходите. И поэтому я думаю, что если они смогут сделать какие-то сюрпризы от себя в коммуникации с Китаем, делая подножки России, мы это примем и трижды еще отблагодарим. Эта война, которая идет уже 9 лет, показала очень многое. Но, быть может, главное, начиная с 24 февраля 2022 года, она проявила картинку, четкую, как фотография Лондона до 320 гигапикселей, снятая в 2013 году. Картинку для целых народов. Кто настоящий друг, а кто истинный враг? Проявила окончательно и бесповоротно. Кто представляет угрозу, а кто предоставляет плечо в критической ситуации. Как, например, поляки для украинцев. В момент опасности мы смогли отложить исторические споры и объединиться в смертельной схватке с бесконечно подлым и кровожадным чудовищем. А украинцам и казахам даже откладывать нечего. В нашей совместной истории не было споров и битв. Мы можем только проводить параллели и вспоминать. А вспоминать ведь есть что и есть кого обсуждать. Хана Абулхаира и Богдана Хмельницкого. Восстание Гетмана Выговского и Хана Кенесары. Или любые из сотен национально-освободительных восстаний, волнений и войн, которые вели народы Украины и Казахстана против российских поработителей. Наши историки могут сравнивать УНР и Алаш-Урду, а наши потомки будут поминать 4 миллиона умерших в 1932-1933 годах от голода украинцев и 1 миллион умерших от голода в те же года казахов. Или цитировать репрессированных и расстрелянных Алихана Букеиханова, Ахмета Байтурсынова, убитых в урочище Сандармох Маколу Кулеша, Владимира Чеховского. Проводить параллели, вспоминать и помнить, кто сотни лет был палачом наших народов, кто морил голодом, уничтожал, расстреливал. Помнить, чтобы остановить. Раз и навсегда. Чтобы никогда больше. Алга, Казахстан! Слава Украине! До встречи, друзья! Ведь нам есть о чем поговорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!